Дрожь Земли Дрожь Земли 6 будет сразу выпущен на Blu-ray, DVD и HD Digital в 2018 году. За выпуск отвечает одна из дочерних компаний Universal Pictures. Отмечается, что это будет одна из наиболее зрелищных лент о гробоидах. По словам одного из боссов Universal, фильм поднимет юмор к новым высотам. В пределах франшизы, разумеется. Главную роль вновь исполнит Майкл Гросс. Шестой фильм снимает режиссер Дон Майкл Пол, снявший пятую часть франшизы. Короткометражный ролик под названием «Левиафан» набрал очень большое количество просмотров в сети. Режиссер Рорио Робинсон работал над роликом в течение года. Заручившись поддержкой сценариста Джима Ульса и командой по спецэффектам, работавших над аватаром «Планетой обезьян» и «Монстра», работали все практически бесплатно. Но плоды этого труда не заставили себя долго ждать. Невероятное количество просмотров и проектом заинтересовались на студии 20-й век Фокс. Нил Блонгкамп вызвался быть продюсером этого грандиозного проекта. Сюжет будущего фильма вкратце таков. Далекое будущее. Полеты сверхскорости света стали возможны благодаря открытию очень мощного органического вещества из яиц гигантских летающих существ, которые живут в гигантских серных облаках на далекой враждебной планете. В короткометражке показаны огромные космические корабли, которые летают в густом, мутном свете планеты. По существу эти корабли являются футуристическими китобойными судами. После недавнего провала масштабной фантастической постановки «Восхождение Юпитер», который спонсировали на Warner Bros., голливудские студии с опаской смотрят на проекты подобного жанра. Но на 20-м век Фокс, похоже, разглядели хороший потенциал у этой необычной истории. Поживем-увидим. Похоже, что Resident Evil не показывает никаких признаков замедления. В новом трейлере Resident Evil Vendetta вы можете увидеть ваших любимых персонажей. Леон, Крис и даже Ребекка. Все они борются против новой угрозы. Есть новые монстры, а также новый злодей. История разворачивается между событиями Resident Evil 6 и Resident Evil 7. Крис Редфилд заручается поддержкой правительственного агента Леона Кеннеди и профессора Ребекки Чамберс, чтобы попытаться остановить Глена Араеса, чрезвычайно опасного объекта, чья миссия мести заключается в распространении нового вируса в Нью-Йорке. Фильм разработан компанией Capcom и Merza Animation Planet. Исполнительным продюсером значится создатель оригинального фильма «Проклятие» режиссер Такаши Шимитсу. Resident Evil Vendetta покажут в США этим летом. Ранняя премьера назначена на май и, естественно, в Японии. Недавно поклонники ужасов были взволнованы, узнав, что готовится продолжение фильма «Хэллоуин». И пока фильм формирует вокруг себя команду для съемок, фанаты создали на сайте Change.org петицию, в которой требуют, чтобы роль доктора Лумиса была отдана Роберту Инглунду. Вкратце там написано «Мы считаем, что никто иной, как сам Фредди Крюгер, то есть Роберт Энглунд, был бы идеальным человеком, чтобы играть доктора Сэмюэля Лумиса. Он имеет вид, возраст и, конечно же, актерское мастерство, чтобы играть самого заклятого врага Майка Майерса. Инглунд идеально подойдет на роль доктора Лумиса. Все указывает на это. Его борода, его возраст и пронзительный взгляд, которым обладает Роберт. По словам фанатов, Инглунд смог бы сделать персонаж более характерным и живым. Что думает сам актер по этому поводу, не сообщается. На этом все. Следите за интересными новостями в мире кино. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!